Друзья, всем привет! Валеко, привет! Сегодня будем готовить долму или долма, как она называется. Это такой интернациональный кавказский рецепт. Мы с вами будем готовить по нашему тбилисскому, бабушкиному проверенному рецепту. По сути, долма это маленькие голубцы, завернутые в виноградные листья. И, соответственно, нам понадобится два очень важных ингредиента. Это сами виноградные листья и мясной фарш. Для фарша у меня здесь есть мясо, у меня говядина, такая достаточно жирненькая лопаточная часть. Но существуют варианты. Можно взять свиноговяжий фарш, либо говяжий бараний фарш, либо просто бараний. Есть еще вариант вегетарианской долмы с рисом и специями, но это такой вообще не наш вариант. Мы остановимся на более привычном мясном. Да-да, потому что я тебя перебью в телятина, ты забыла. Кстати, очень хороший вариант тоже для фарша делать его из телятина. Получается очень-очень нежно. Итак, для фарша нам с вами понадобится, соответственно, мясо, обязательно зелень, кинза, петрушка. Если есть такая возможность, добавьте несколько веточек мяты свежей в сезон, не в сезон, можно сушеной, и несколько веточек тархуна. Вы не представляете, какой пикантности в конечном блюде этими ингредиентами можно добиться. И, как обычно, в фарш мы кладем чесночок, черный перец, репчатый лук и обязательно круглозерный рис. Полное описание рецепта, как обычно, будет под видео. Теперь расскажу про виноградные листья. Эти листочки мы собирали сами буквально пару дней назад. Но если вдруг у вас нет возможности такой выйти в сад и набрать листьев для дома, естественно, вы их можете купить в соленом или маринованном виде на рынке в рядах, где продают соленья. Но тут есть очень один важный нюанс. Их нужно правильно уметь выбрать. Я с детства помню, как это делала у меня бабушка. Сейчас покажу. Значит, вы берете один листочек, просите у продавца и пытаетесь ноготочком вот так вот эту главную прожилку проколоть. Вот так. И вот такой звук. Все. Она, значит, нежная. Вот она ногтем прокололась. Она получается нежная. Если вдруг она такая неподатливая, значит лист старый. И он у вас не разварится. Он останется очень жестким. Вы его не сможете прожевать. Поэтому обязательно проверяйте листья и уделите этому моменту особое внимание. Наверное, все я рассказала по ингредиентам. Сейчас я нарежу мясо, лук и зелень на кусочки, чтобы удобно было это пропустить через мясорубку. Быстренько пропущу и вернусь к вам буквально через секунду. Пропустили мы через мясорубку на средней решеточке мясо, лук и зелень. Теперь добавляем все оставшиеся ингредиенты. Это черный перчик, рис. А рис ты предварительно вымачивала? Рис просто вымыла предварительно. Он просто чистый. Дальше, естественно, соль. И все это хорошенечко. Вымесим. Я одену перчатку. С рисом не переусердствуйте. Риса не должно быть много. Это же не плов и не рисовая каша. Добавляем немножечко водички кипяченой для того, чтобы фарш был более сочный. Все мы вымесили. Отставляем фарш совсем ненадолго и сейчас займемся листьями. Чтобы листики стали еще более податливыми, буквально на одну секундочку заливаем их кипятком и тут же сливаем. Я заранее закипятила чайник. Сейчас я это быстренько сделаю. Если листья у вас консервированные, то просто залить кипятком будет недостаточно. Их обязательно нужно будет минут 5 проварить для того, чтобы лишняя соль и весь маринад с них сошел и они опять же стали тоже более податливыми. Листики наши слегка поменяли цвет, но стали нежными и очень податливыми. Фарш готов. Я поставила кастрюлю, в которую мы будем готовую долму укладывать и в принципе начинаем их заворачивать. По поводу листиков еще. Конечно, надо стараться покупать или собирать их мерными, чтобы они были одинаковыми. Высшим пилотажем в этом деле считается долма буквально на один укус. Конечно, это технически не всегда возможно, но к этому надо стремиться. Обратите еще, кстати, внимание на то, что вот здесь нет вот этого хвостика. Его обязательно нужно срезать, потому что на рынке они продаются с коротеньким хвостиком. Их обязательно, эти хвостики, нужно срезать. По поводу того, как мы будем их закрывать. Существует на самом деле два способа, как их закрыть. Тут просто немножечко будет разная форма, кому какая больше нравится. Первый. Это мы заворачиваем просто как, ну, я не знаю, те же самые блины. Раз, с двух сторон и проворачиваем. Вот такая вот у нас получилась первая долмушка. Это первый способ. Второй способ. тут как бы на вкус это особо не влияет, естественно. Просто кому как больше нравится. Выкладываем мясо, заворачиваем долму в трубочку сначала. Вот так. А потом загибаем вот эти края вовнутрь. То есть и так, и так правильно. Кому как удобней. Тоже абсолютно правильная форма получается. Красота. Да. Кому как удобней, так и делаем. Всё. Поехали. Процесс такой достаточно монотонный, но требующий сосредоточенности, так скажем. Если после того, как вы всё завернули, у вас остались лишние листочки, ни в коем случае их не выбрасывайте. Их можно кинуть в морозилку и использовать в следующий раз. Я, собственно, так и сделаю. Вот результат нашего с вами труда. Что мы делаем дальше? Дальше. Заливаем долму водичкой слегка подсоленной. Так, чтобы вода покрыла их слегка. Вот примерно так. Где-то на палец, наверное, шириной она их покрывает. Дальше. Второй важный момент. Для того, чтобы придать всему этому делу ещё более выигрышный сливочный вкус, мы кладём немножечко. Прям чуть-чуть. Я не знаю. Это, наверное, вот так. Грамм, может быть, 10 сливочного масла. Дальше. Накрываем это дело тарелочкой. И ставим на огонь. Вот так. Делаем большой огонь. Накрываем крышкой и даём этому делу закипеть. Как только водичка закипит, огонь убираем ниже среднего и будем это томить, я думаю, где-то от 40 минут до часу. Будем смотреть по ситуации. Пока томушки готовятся, мы займёмся соусом. Соус – это обязательное сопровождение этого блюда. Делается он очень быстро и совершенно несложно. Нам понадобится либо мацони, к чему мы, собственно, и привыкли, либо его можно заменить сметаной. Тоже не менее вкусно получится. Значит, выкладываем в удобную тару. Это у меня мацони, как я и сказала. Сейчас слегка его помешаю до однородности. Дальше нам надо будет выдавить туда, именно выдавить чесночок. После этого посолим по вкусу. Хорошенечко всё перемешаем. И можно украсить всё это дело копчёной паприкой. Просто для красоты, при подаче на стол. Соус временно ставим в холодильник. И ждём, когда талмак полностью будет готова. 50 минут у нас прошло. Я всё выключила. Сейчас будем доставать. Вот такие прекрасные малышки у нас с вами получились. Накалываем вилочкой. Окунаем в наш прекрасный чесночный соус. И дальше наслаждаемся вкусом. Всем приятного аппетита! Ждём лайков, комментариев. Пока-пока!